Мне 42 года, высшее образование, не женат. Вроде появляется девушка, с которой можно создавать семью, как делят люди, но когда мне в глаза попадает какой-то ее минус, я отказываюсь с чиниться. С работой то же самое, вроде работы мечты, но опять же что-то плохое происходит, и я отказываюсь от этой работы. Мне 36 лет, развелась с мужем 3 года назад после 10 лет несовместной жизни. У меня двое детей от мужа, в данный момент сама их содержу. И он в итоге поддал на развод и жениться второй раз, но второй брак у него распался. Он упрекает меня во всех неудачах. Хочу с кем-нибудь познакомиться, но не получается. Я стесняюсь говорить, что я разведенная. Когда мужчина об этом узнает, то сразу начинает относиться несерьезно. Питалась, наладит отношения с мужем, но он совсем не смотрит на меня и не замечает. Я чувствую себя виноватой перед своими родителями и детьми. Мой муж смотрит на меня, как на врага. Я в отчаянии. Как мне сложить личную жизнь? Помогите, пожалуйста, советами. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши читатели, дорогие неслушатели. С наступающим Новым годом. Хочу поздравлять вас. Скоро Новый год. Пожелать вам все самое лучшее, самое хорошее. Спасибо, что вы смотрите рубрика «Вопросы до Влада». Вы задаете актуальные вопросы. Передо мной накопилось огромное количество вопросов, которые на них я соберусь ответить. Дорогие мои, ставьте лайк под эту рубрику, если вам понравилось. И рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Пусть эти ответы, которые я отвечу на эту рубрику, принесут пользу больше количеством людям. Потому что один человек задает вопрос, и иногда бывает, что этот, а тот же самый вопрос, аналогично похож, есть в голове многих людей. И этот ответ дает, можно сказать, поможет очень большому количеству людей. Дорогие мои, хочу ответить по несколько вопросам. «Здравствуйте, Альмурат Довлатов. Мне 42 года. Высшее образование, не женат. И работы нет, любимой. Вроде появляются девушки, с которыми можно создавать семью, как делят люди. Но когда мне в глаза попадает какой-то ее минус, я отказываюсь жениться. С работой то же самое. Вроде работы мечты, но опять же что-то плохое происходит. И я отказываюсь от этой работы. Потом проходит какое-то время, и я начну жалеть, почему я пропустил свой шанс. Что мне делать? Дело в том, что вы просто имеете те, какие идеальности. У вас просто попривычка такая, что вас тянет к идеальной подход. То есть идеальной женщине, идеальная работа, идеальная жизнь и так далее. Но хочу вам сказать, сильнее те, какие идеальности, человек рискует жить в одиночестве. Пожалуйста, старайтесь послушать меня. Сильнее те, какие идеальности, приводят к одиночестве. Сильнее те, какие идеальные образы жизни, она приводит к неудачам. Потому что вы вокруг пально видите недостатки. Всегда есть. У вас в вашем характере есть недостатки? А вы сами идеальный муж? Поэтому я хочу вам сказать так. Возьмитесь, фокусируйтесь, всегда научитесь видеть в людей их нехорошую сторону. Например, если вы видите на одну недостаток, думаю, что скорее всего есть 20-30, как минимум от 5 более достаток есть, хорошее есть. Поэтому, когда вы каждый раз встречаетесь с людьми и так далее, начните об этом думать. Что хорошего? То есть первая мысль, которую у вас в голове допускаете, она должна быть хорошая. А если вы видите какой-то недостаток в человеке, это по вашему мнению недостаток. Может быть, она даже не является недостатком даже. Может быть, вы так читаете, что это недостаток. Поэтому я рекомендую вам обязательно консультацию психолога. Обязательно записывайте консультацию. Но когда я говорю консультацию психолога, это не одноразово. Это должно быть в протяжении... Потому что вам 42 года. У вас формированы убеждения. Поэтому вам нужно будет минимум, это от полгода до год, консультация психолога, либо еженедельно, либо ежемесячно, чтобы вы общались и себя, свою точку зрения, можно сказать, перенаправили в другую сторону. Вот. Это очень важно. Очень важно. Работая над собой, вы это поймете. Если вам 42 года, до сих пор нету семья, до сих пор нету работы и так далее, значит, вы ищете другой комфорт, в другую сторону. На самом деле попробуйте преодолеть эту точку зрения. И все будет на своих местах. У вас и семья появится, и хорошая семья появится, и хорошая работа появится, и все будет нормально. Просто начните это делать. Совершайте действия. Вы должны найти под микроскопом в вашем сознании, где заложилась эта информация о том, что это недостаток девушки, или эта работа недостаточно хорошая для меня и так далее. Вы должны этого найти, наблюдая над собой. Тогда вы поймете, как управлять собой. Изменяя свои психологические убеждения, вы можете изменить качество своей жизни. Я повторяю. Изменяя свои психологические убеждения, вы можете изменить свои поведения, свое качество жизни. Следующий вопрос. Здравствуйте, уважаемый Санур Раджавич. Меня зовут Айнур. Мне 36 лет. Развелась с мужем 3 года назад после 10 лет несовместной жизни. У меня двое детей от мужа. В данный момент сама их содержу. Муж с первого года совместной жизни изменял. Не работал. Часто возвращался под утро. В общем, оказался слабим. Образован. Образование не получил. Так как у него нет и родителей, и родственников. Постоянно жалуются на тяжелую жизнь. Обвиняют меня в том, что я рано его женила на себе. Ого. Ему тогда было 21 год. Жили под одной крышей ради детей, как квартиранти. Я начал осознавать, что моя вина в этом есть. Я не поддерживала его. Так как я росла в семье, где все у нас было в достатке. Упрекала его во всем. И он в итоге подал на развод и женился во второй раз. Но второй брак у него распался. Он упрекает меня во всех неудачах. Хочу с кем-нибудь познакомиться. Но не получается. Я стесняюсь говорить, что я разведенная. Когда мужчина об этом узнает, то сразу начинает относиться несерьезно. Питалось наладит отношения с мужем. Но он совсем не смотрит на меня. И не замечает. Я чувствую себя виноватой перед своими родителями и детьми. Мой муж смотрит на меня, как на врага. Я в отчаянии. Как мне сложить личную жизнь? Помогите, пожалуйста, советами. Ой, дорогая Айнур. Я понимаю ваши случаи. Я очень прекрасно понимаю ваши случаи. Потому что много аналогичных случаев встречалось в жизни. Сначала, пока вы не простите его, не отпускайте, можно сказать, вот это чувство вину, другой мужчина не появится в вашей жизни. Если появится, появится аналогично такой опять слабе. Поэтому вам нужно отпустить. Отпустить прошлое. Осознавать, что на тот момент вы так думали. На тот момент вы тоже были другой. Видите, вы сейчас уже осознаете, что в этом тоже есть моя вина и так далее. Отпустите. Чувство вины давит на человека. Чувство вины не делает вас сильным. Поэтому отпустите чувство вины. Наоборот. Возьмите созидательные ощущения. Создайте такое. Начните быть благодарным за то, что жизнь связала вас, и у вас появлялись трое детей, или там двое было. То есть у вас появились дети и так далее вообще. Вы будьте благодарны за это. Будьте благодарны Аллаху. Вы понимаете, почему ваш муж обвиняет вас во всем? Потому что вы ведь сама себя чувствуете виноватым. Вы попросите у него прощения. Скажите, послушай, если я виноват перед тобой, прости меня, пожалуйста. Я это не созладила. Я не специально. Если так сложилось, значит сложилось. Я не могу это все вернуть назад, чтобы исправить. Поэтому прости. Если сможем, давай мы простим друг друга. Если сможем, давай вместе жить. А вы сейчас осознаете, что вы его не поддержали, не вдохновляли. Начните попробовать. Прочтите мою книгу «Что не значит женщина и мужчина» и попробуйте его с пониманием отнестись. Понимаете? А когда вы попробуете такое, вы начнете с благодарности быть. Независимо от его минусей. Независимо от того, какой он есть. Просто вы благодарите за то, что он появился в вашей жизни. За то, что он отец ваших детей. И так далее. Когда вы начнете это делать, чувство вина уйдет. Когда чувство вины уйдет, он перестанет вас обвинять. Запомните, вокруг вас творится все то, что вы внутри создадите. Когда вы перестанете чувство вины испытать, он перестанет вас обвинять. Когда он перестанет обвинять вас, возможно, либо вы подружитесь с ним, и, возможно, он тоже изменится, понимаете, за это время. Он тоже другой стал за это время. Может быть, он поймет вас тоже точно так же лучше. Как вы меняетесь, он меняется. Понимаете? А если не складывается с ним, у вас в вашей жизни точно появится другой мужчина. Потому что вы внутри станете свободными. Мужчинам тянет кисть уверенная в себе и счастливая женщина. Запомните мои слова. Мужчинам тянет кисть женщины, которые в себе уверенные, которые счастливые. Понимаете? Нам, мужчинам, нужен уголок теплоти, уголок нежности. А не упреки нам нужны. Понимаете? Жизни больно. Упреки, трудности, проблемы. А мы ищем женщину, с которой, когда придем рядом, чтобы она даже ничего не получается. Чтобы она просто сказала, вы знаете, я верю вам. Я знаю, что вы справитесь. Чтобы она сказала, не переживайте так сильно. Что бы ни было, я ваша жена, и я пойму все ситуации. Вы знаете, как это мужчину крылья создает это слово? Даже неудачник станет миллионером, черт побери. Просто вы поддерживаете именно таким. Знаете, вы никогда не ошибетесь, если поверите, что ваши родные станут сильными. Вы никогда не ошибетесь, если вы разжигаете внутри их огонь мечты, подталкиваете их к достижению цели. Вы никогда не ошибетесь. Если любого человека принимайте, как он мог бы стать лучшим. Рано или поздно этот человек для вас таким станет. Для других он будет неудачником, но для вас станет он таким. Дорогие мои, ставьте лайк под это видео. Рекомендую своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Сдавайте актуальные вопросы, с радостью буду отвечать. Под это видео, если вы нажимаете еще, вы открываете, вы можете видеть, что есть графики тренингов, если вы видите, где можно купить книги и так далее. Я желаю вам успехов, просветания и так далее. И хочу, чтобы в комментариях напишите три ценные вещи, которые вы получили из этих ответов. Три ценные вещи, которые вы можете практиковать и принести в свою жизнь. Всего вам доброго!